Добрый день, дорогие читатели моего блога. На связи Надежда Надеждина. И, вы знаете, я хочу с вами поделиться некоторыми вещами, которые стали для меня очередным открытием или очередным подтверждением того, что я и многие мои партнеры мы движемся в действительно верном направлении. Знаете, началось всё с того, что некоторое время назад я столкнулась и проиграла в игру Роберта Акиосаки «Денежный поток». И началось всё, в принципе, с этой игры. Замечательная игра, кстати, обязательно рекомендую всем людям в неё поиграть, потому что «Квадрант денежного потока» и вот эта игра, они в целом вообще меняют мировоззрение, очень сильное мировоззрение человека. Вы знаете, сначала мою жизнь изменила «Квадрант денежного потока». Это та книга, которую вы легко можете купить, и я думаю, что даже скачать в интернете обязательно прочитайте её, потому что она объясняет разницу между работать за деньги, обменивать своё время на деньги и разницу между пассивным доходом и созданием системы бизнеса, которая работает на тебя. И вы знаете, на самом деле, изначально эта книга, с которой я столкнулась в 2003 или 2004 году, она очень сильно изменила мою жизнь, потому что я приняла решение, что я буду заниматься бизнесом. В тот момент я училась в университете в Санкт-Петербургский финансо-экономический институт имени Вознесенского, это университет имени Вознесенского, Финек называется, в филиале в городе Мурманске, и вы знаете, у меня школа закончена с медалью, и я училась в этом университете, и в принципе могла претендовать на красный диплом. Я отучилась два года, и прочитав эту книгу, разобравшись «Квадрант денежного потока», я приняла решение уйти из университета, потому что я поняла, что я не хочу работать за деньги, я не хочу работать на кого-то, я быть сектор и наёмный работник, и я хочу создавать свой бизнес, а для этого мне в принципе не нужен диплом, и не нужно то теоретическое экономическое образование, огромный шквал информации, которая в принципе в жизни мне не пригодится. И это случилось 9 лет назад, 9 лет назад это произошла история, и сейчас через 9 лет мне довелось столкнуться с этой игрой. Вы знаете, эта игра «Денежный поток 101», мы в неё играли у знакомой, меня пригласили в гости, вот мы у знакомой играли в эту игру. Знаете, почему я её рекомендую? Потому что это отличное такое как бы... В книге это теория, а здесь ты мини-практика, ты проживаешь мини-жизнь в этой игре, и проходишь к практику того, как ты реально можешь выбраться из крысиных бегов. То есть из вот этих бегов, когда ты должен постоянно обменивать своё время на деньги, и в принципе променивать свою жизнь на работу на деньги. Замечательная игра, абсолютно точно. И она заставляет твой мозг думать, как ты можешь выбраться из крысиных бегов, как ты можешь достичь финансовой свободы. И вы знаете, в этой игре, если удастся в неё поиграть, обязательно поиграйте. Есть, кстати, компьютерные версии, их можно скачать абсолютно бесплатно. И в этой игре... Мы обсуждали её после, конечно же, потому что нам всем удалось вырваться из крысиных бегов, и мы обсуждали после, как мы это сделали. Конечно же, это игра американская. Все люди, которые играют в России, в эту игру это подчёркивают, что это американская игра, и там американские условия. И основной способ выхода из крысиных бегов это вложение в недвижимость в той игре. И там всё выглядит очень красиво, очень легко, потому что ты берёшь первый взнос, там 2-3-5 тысяч долларов, и оформляешь ипотеку, начинаешь сдавать эту квартиру или дом в аренду, и в итоге выплаты за аренду, твоя прибыль от аренды покрывает твои выплаты по ипотеке, и ты ещё имеешь прибыль. И, конечно, у нас в России это нереально. К сожалению. Потому что у нас абсолютно другие процентные ставки по ипотеке. Со ставкой 10, 11, 12, 13% годовых, и такой стоимостью недвижимости и арендных плат это нереально становится. Либо у тебя должен быть очень большой первый взнос, там полмиллиона, миллион, ну, по крайней мере, по нашим питерским меркам. Это те деньги, у которых большинство людей никогда в жизни не бывает, свободные. Либо тебе нужно покупать недвижимость не в России, а где-то. А это уже, естественно, другие деньги и другое время, потому что ты не можешь, работая на работе, сделать это. Также там, конечно, рассматривается вариант выбраться эксклюзивных бегов с помощью акций, но, опять-таки, в игре там понятно, раз тебе повезло, и ты можешь получить сразу большую сумму денег. Вот реально в жизни, если посмотреть, всё-таки для того, чтобы действительно делать акцент на акцию, нужно иметь или большой капитал, или много времени. 5, 10, 15 лет откладывать на инвестирование. То есть это должны быть длительные вложения. Если у тебя не так много денег, то ты должен сразу понимать, что это 10-15 лет. Очень длинная стратегия должна быть. И в бумажной игре эти версии заканчиваются. На этом версии заканчиваются. Мне потом сказали позже, что в компьютерной игре бывает ещё вариант начать бизнес с этим маркетингом. И меня это порадовало, потому что на самом деле ещё даже до того, как мне сказали, что есть такой вариант в компьютерной игре, я просто сказала, ребята, смотрите, с недвижимостью такая ситуация, с акциями такая ситуация. В России единственный способ, доступный обычному человеку, без больших денег, или который не хочет к пенсии, только получить финансовую свободу, а достаточно быстро выбраться из Кристины Беготи, стать свободным человеком, это сетевой маркетинг. Это бизнес с сетевой маркетинг, это единственный путь, который есть у нас в России. И когда мне сказали, что в компьютерной игре действительно есть такой вариант, я поддержала его, потому что на самом деле, учитывая реалии российского рынка, я думаю, похожая ситуация находится и в других странах СНГ, что именно сетевой маркетинг это тот путь, который доступен нам, дорогие мои. Обычным людям, без большого количества денег, которые не хотят только к пенсии разбогатеть, а хотят быстро, за 3-4-5 лет, создать себе финансовую свободу и получить источник дохода, который не будет напрямую зависеть от количества времени, которое вы в него вкладываете. И это замечательно, эта игра еще раз замечательно мне продемонстрировала, что мы с моей командой, мы на правильном пути, потому что мы как раз таки занимаемся такой, отчасти просветительской деятельностью, которая позволяет людям узнать больше об этой индустрии сетевого маркетинга, открыть для себя новые перспективы, и мы помогаем сотням людей начинать бизнес в этой индустрии и делать это профессионально, действительно профессионально и с доходами. Поэтому это как бальзам на душу. Если есть у вас игра Роберта Киосаки, у кого-то из знакомых, обязательно в нее играйте. Обязательно рекомендую прочитать книги «Квадран денежного потока» Роберта Киосаки и «Школа бизнеса». Это те книги, которые действительно позволят вам в течение ближайших трех-пяти лет вырваться из крысиных бегов и стать свободным человеком. Я желаю вам успеха.